Метро люблено, работаем. В этом ролике будет сравнение дешевого потолка с натяжным потолком премиум класса. Небольшой лайфхак. В нашем случае с бюджетным потолком у нас даже подвеса два всего, ну закладной. У нас стоит лазер. Специально для вас команда YouTube-канала Стройплощадка приехала в культурную столицу к очень крутым специалистам. Всем привет, меня зовут Иван, я занимаюсь монтажем натяжных потолков в Санкт-Петербурге. В первой части ролика Иван смонтирует дешевый натяжной потолок, покажет результат и расскажет сколько у него на это ушло времени. Работать с бюджетным профилем намного быстрее, чем с премиальным, потому что не уходит время на... Во второй части ролика будет монтироваться натяжной потолок премиум класса. И для этого уже будет задействована целая бригада, так как это очень сложная работа. И вы убедитесь в этом сами. Такой потолок в одного сделать можно, но это очень трудозатратно. В конце мы подведем итоги, а вы уже делайте выводы. Вот монтажный паз, куда заправляется натяжной потолок. Сюда устанавливается светодиодная лента с рассеивателем, для того, чтобы засвет был равномерный. Скажу честно, забегая вперед, сказать, что я был в шоке от конечного результата, это, считай, ничего не сказать. Ну что ж, наш потолок готов. Потребовалось нам всего лишь два дня и две ночи, чтобы его закончить. На мой взгляд, натяжной потолок премиум класса так преобразил страшную комнату от застройщика, что в ней, в принципе, уже ничего не надо было делать. На этой стене установлен безравный профиль. Он у нас играет здесь роль парящего. Если вы все еще считаете, что натяжной потолок – это решение, которое принимает нет хорошей жизни, в ущерб пожарной безопасности, экологичности, красоте, будет у нас цкань. За счет своих акриловых пропиток, которые полностью безопасны, как в плане пожароопасности, так и в плане своей экологичности, так скажем, то, скорее всего, вы просто отстали от жизни. Не верите? Досмотрите этот ролик до конца и убедитесь сами. Приятного просмотра. Ну что, под насрем электриком? Когда автомат включат, нас тут уже не будет. Недавно слышал разговор нашего заказчика со своим соседом, где сосед якобы хвастался тем, что ему сделали потолки, которые вышли 600 рублей за квадратный метр, а якобы мы обули нашего клиента и сделали ему потолки, за которые он заплатил порядка 3000 за квадратный метр. Давайте рассмотрим то же самое на примере автомобилей. Есть Мерседес, а есть Волга. И то исполняет свою функцию как транспорт. Но одно стоит 10 тысяч долларов, а другое, к примеру, тысячу. Именно для этого мы сегодня здесь. Мы решили смонтировать два натяжных потолка, разница в розничной стоимости, между которыми будет приблизительно в 10 раз. Начинаем монтаж бюджетного потолка. Нужно поставить уровень, для того, чтобы понимать, на какой высоте от потолка у нас пойдет наш потолок натяжной. Используем штангу сборную, для того, чтобы установить уровень. И так как уровень у нас с панорамным лазером на 360 градусов, мы сейчас поставим штангу, установим горизонт на той высоте, на которой необходимо, и лазер останется светить. В данном помещении нашей отправной точкой потолка является вентиляция. Вот ниже мы отпуститься не можем. И сейчас мы можем по всему периметру посмотреть, проходит ли у нас горизонт, чтобы у нас везде мы смогли установить наш стеновой багет. При монтаже бюджетного потолка мы будем использовать классический стеновой алюминиевый багет. Работать с бюджетным профилем намного быстрее, чем с премиальным, потому что не уходит время на забеловку и состыковку его внутренних углов. Он просто запиливается и прикладывается внутрь стены, так как весь остается под полотном. Сейчас будем крепить багет к стене. Эта стена у нас гипсокартонная, сюда у нас зайдут обычные саморезы, а эта стена бетонная, в нее мы будем стрелять из пневмопистолета. Лазер светит, он является нашей меткой. Багет мы устанавливаем выше этой метки по лазеру. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ну что, поднастрем электриком? Когда автомат включит, нас тут уже не будет. Так как у нас в потолок бюджетные программы минимум, мы здесь установим всего две закладные. Одна закладная под осветительный прибор, накладной люстра либо светильник. Вторая закладная под пожарный датчик, который необходим здесь по ГОС. Небольшой лайфхак. У нас стоит лазер, мы можем приложить закладную к потолку и на подвесе увидеть ту метку, где нам нужно его согнуть. Для того, чтобы у нас не было провиса этой закладной. И мы видим по лазеру то, что она у нас будет стоять жестко. Если люстра будет тяжелая достаточно, но она и так обязательно упадет, если будет тяжелая. Но подвес не оттянет вниз, и закладная не будет просматриваться сквозь потолок. Понятно. Патроны. Анекдот про патроны. Закончилась война, сидит в школе, Мария Ивановна ведет урок и спрашивает. Танечка, ты на фронте солдатам помогала? Она говорит, да, Мария Ивановна помогала. А что ты делала? Я раненых, говорит, лечила, перевязывала. И что тебе солдаты говорили? Говорили, спасибо, Машенька, спасибо. Она говорит, молодец. Спрашивает у Петеньки. Петенька. А ты на фронте помогал солдатам? Он говорит, да. А ты что делал? Я раненых Маши носил, чтобы она их перевязывала. И что тебе солдаты говорили? Говорили, о, спасибо, Петенька, спасибо. Вовочка, а ты помогал на фронте солдату? Говорит, да, я помогал, а ты что делал? Я патроны подавал. И что тебе говорили солдаты? Зергут, Вальдемар, зергут. Провод мы прячем в закладную. Делается это вот так. И заправляется обратно, чтобы после того, как потолок будет натянут, и здесь будет вырезано отверстие, можно было легко его вытащить сюда и подключить уже прибор. Пусть твои электрики меня разорвут, но кабель и провод это одно и то же. Пристреливать пистолетом это, конечно, весело, но на самом деле мы обязательно будем эту закладную и эту тоже докручивать перфоратором. Потому что пистолетное крепление, ну, такой закладной к потолку ненадежно. Перфоратор по ссылке в описании можешь купить. Всего лишь 70 тысяч рублей. И он ваш. Так как мы знаем, что здесь будет пожарный датчик и вес его очень маленький, поэтому, ну, ничего страшного, то, что закладная имеет. Вот мы можем и всегда утопить стволь с натяжной потолка или так же оттянуть через отверстие, которое здесь будет в дальнейшем вырезано. Датчик, если что, на батарейке. Профиль по периметру у нас установлен, установлены необходимые закладные и помещение готово к натяжке. Перед тем, как мы начнем тянуть полотно, нам необходимо наклеить на него обводы труб, которые я уже подготовил. На что бы хотелось обратить ваше внимание? Это на потолок. Это ПВХ-полотно, я вам сейчас про него расскажу, но сначала немного предыстории. Вообще, где мы находимся? Мы сейчас в новостройке, в строящемся доме, который еще не сдан. Это ЖК Дальневосточный в Санкт-Петербурге и компания Застройщик называется Пик. В общем, смысл в том, что они все свои квартиры сдают уже с минимальным готовым ремонтом и натяжной потолок у них предусмотрен изначально. Соответственно, все дома сдаются с натянутым потолком в каждой комнате. Кто же натягивает эти потолки? Есть компания Смарт-Потолок, которая заказывает пленку под себя специально в компании Тектум, а компания Тектум производит негорючие полотна. За счет того, что они заказывают ее просто километрами, соответственно, у нее низкая себестоимость, что позволяет ей быть доступной и при этом закрывать все минимальные потребности заказчика. Вот так вот. Находим необходимый нам угол. Вот я развернул и, зная геометрию комнаты, я увидел то, что вот закуток с маленьким углом находится в той стороне. Соответственно, мне нужна сторона противоположная. Редактор субтитров А.Семкин Я буду тянуть один, да и вообще, короче, в ассортименте любого монтажника нормального должны быть такие вот вещи. Это называется третья рука. За счет нее мы сейчас сможем развесить полотно и подтягивать его на нужную нам высоту. Здесь есть крючок специальный, мы его цепляем за багет. Настроили высоту, а здесь, соответственно, вот такой вот зажим, который цепляется за гарпун. Благодаря тому, что у меня потолок уже висит на трех третьих руках, три третьих руки, представляете? У меня есть возможность, соответственно, о том, что я говорил, регулировать. Сейчас у меня хватает полотна, чтобы я мог одеть обвод трубы. Полотно висит, и как бы я свободно работаю с этим участком. Все, настало время запускать пушку. Сейчас я подогрел полотно в этом месте для того, чтобы пленка стал мягче и гарпун, соответственно, чтобы я мог заправить угол без препятствий. С помощью кусочка пластика мы заклеиваем замок нашего обвода трубы с обратной стороны, получается, из-под полотна. Для чего мы это делаем? Сейчас, когда мы будем натягивать основное полотно, оно, соответственно, будет тянуться, и мы склеим сейчас вот этот шов изнутри под полотном, чтобы когда полотно натягивалось, здесь не разорвалось, либо он не разошелся. Соответствующую манипуляцию проводим со второй трубой тоже. Мы хорошенько прогреваем полотно целиком для того, чтобы оно все равномерно тянулось. Так как я тяну один, это позволит мне сделать потише газ, поставить пушку на пол, и она будет поддерживать температуру уже в разогретом помещении. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот и все. После того, как мы натянули полотно, нам остался последний нюанс, это установить декоративную вставку-заглушку. То, что закроет вот эту вот некрасивую щель, куда заправлялось полотно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Друзья, что ж, закончили мы монтаж нашего бюджетного потолка. Потребовалось нам для этого порядка двух часов. А сейчас мы с вами пойдем и посмотрим, сколько нам потребуется времени для того, чтобы сделать потолок премиум-класс. Из чего же у нас будет состоять наш лухарь-потолок? Самый первый – это профиль, который будет набит по периметру. В данном случае у нас теневой профиль для ткани. Так как он сам собой уже является финишным элементом, нам необходимо определенное оборудование для того, чтобы красиво эти углы запилить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Профиль запиливается под 45 градусов и сводится между друг с другом в каждом из углов помещения. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все такую же манипуляцию проделываем с остальными. Профиль запиливаем в любом случае под 45 градусов, но это не факт, что в углу он у нас сойдется, потому что угол может быть 92, там, 93, 88. Само собой, после того, как мы сведем две палки меж собой, угол еще будет дорабатываться, он будет заклеиваться и обрабатываться, чтобы внешний вид его был идеальным. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Такой потолок в одного сделать можно, но это очень трудозатратно. Те конструкции, которые здесь будут установлены, для того, чтобы их поднять одному, нужно целый весь кран собрать, грубо говоря, ручной, чтобы это все поднималось, поэтому мы будем делать этот потолок командой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это не единственный профиль, который будет установлен у нас в помещении. Он будет только по трем стенам, а по одной этой стене мы сделаем профиль другой. Называется он безрамный. В чем его функция? В него устанавливается светодиодная подсветка, за счет чего по этой стене у нас будет эффект парящего потолка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что из себя представляет безрамный профиль? Вот так он выглядит в разрезе. Вот этой стороной мы устанавливаем его к стене, этой стороной внутри полотна. Вот монтажный паз, куда заправляется натяжной потолок. Сюда устанавливается светодиодная лента с рассеивателем, для того, чтобы засвет был равномерный. А после монтажа вот это расстояние добирается специальным, саморасширяющим псулу лента, который закроет нам все дефекты изначального нашего бетонного перекрытия. Для того, чтобы состыковать нам этот профиль со стеновым, также запиливаем его под 45 градусов. Для того, чтобы состыковать два разных профиля меж собой, мы тоже запиливаем их, ну, конкретно в данном случае, под 45 градусов. Мы взяли два образца. И перед тем, как смонтировать на стене и потолке, соответственно, собрали макет. Вот так будет выглядеть место нашего стыка двух профилей меж собой. Профиль с подсветкой не крепится к стене, он крепится через потолок за счет консолей. Мы поставим его на расстоянии 5 сантиметров от стены. Для этого сейчас нанесем метки, ударим отбивкой и прибудем уголки к потолку. Уголки мы прибили, пока еще не все, но для того, чтобы подвесить палку, нам хватит. Сейчас будем стыковать два профиля меж собой уже на потолке, смотреть, как это у нас выходит. Мы подогнали два профиля друг с дружкой и видим то, что стык получается у нас заебэкшем. Поэтому мы сейчас вот эту профилюху распираем уголками еще сильнее, чтобы она жестко стояла, и уже к ней с обоих сторон подойдем нашим стеновым профилям. Мы выпилили второй кусок, необходимый нам по размеру. С помощью вот таких стыковочных пластин мы сейчас эти две палки между собой состыкуем. Все, оба профиля у нас крепко установлены, крепко закреплены. Этот к стене, этот к потолку, вот стык, где у нас пойдет перегиб полотна. И все равно, несмотря на жесткость как бы установки, видно то, что у нас сейчас есть вот здесь небольшой люфт, он имеет место быть, потому что профиля меж собой еще не скреплены. Для этого мы поставим здесь еще один уголок, а вот здесь обработаем двухкомпонентным клеем. Клей представляет из себя прозрачный гель, который вступает в реакцию с активатором, тем самым затвердевая. После того, как гель затвердеет, он превращается, грубо говоря, в пластик, и уже все излишки мы убираем ножом и напильником. Я насмазал без излишек, поэтому зачищать ничего не надо. Метро Люблино, работаем. Мы закончили с работой по периметру в нашем помещении. Еще раз подытожим, у нас есть теневой профиль для ткани, и здесь будет у нас профиль с подсветкой. Двигаемся дальше. Делаем карниз. Что хотелось бы сказать про этот карниз? Две есть характеристики, которые отключают его от других. Первое – это то, что его можно оборвать по полотну, так как здесь устанавливается заглушка, и нет необходимости приводить торцевую сторону именно в стену. И вторая черта – это то, что здесь уже сделаны производителем выпилы для крючков. Ни в одной другой гардине этого нету, и мастерам приходится постоянно это делать руками, как бы болгаркой здесь выпиливать. Это, соответственно, выглядит не так аккуратно, как здесь. Видите, после установки заглушки мы спокойно можем установить и крючки. Таким образом, одна целиковая деталь у нас становится скрытым карнизом. Мы установили его на потолок. После натяжки полотна он прорежется внутри этого потолка, и здесь будут беспрепятственно ходить шторы. В случае с бюджетным потолком так сделать не получится. Там не предусматривалась вообще никакая загладная под карниз, поэтому будет он либо на стене, либо это будут какие-то шторы лежать. Следующий профиль, который будет у нас установлен, – это переход уровня. Он монтируется в вертикальном положении. Полотно заправляется вот в этот паз. Здесь есть место для установки подсветки, если это необходимо. И потом уже вот этот паз, куда заправлялось полотно, закрывается декоративной заглушкой. Сейчас его смонтирует мой подельник Виталянов. Его авторитет был огромен. Вся питерская братва обращалась к нему не иначе, как на «вы», уважительно называя Степаноча. Конструкцию для перехода уровня мы сейчас скрутим на полу, а потом уже поднимем ее на потолок целиком готовую. КОНЕЦ 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 Итак, следующий профиль, который мы установим – профиль для утопки трека. Что такое трек? Трековое освещение, черный шинопровод. Это профиль для того, чтобы его утопить внутрь натяжного потолка. Палка у нас идет длиной 2 метра. Мы знаем то, что у нас 2 трехметровых трека. Соответственно, мы делим ее пополам. Продолжение следует... Продолжение следует... Мы установили закладную под трековый шинопровод с двух сторон. И сейчас мы займемся вот чем. Тот профиль, который мы крутили по периметру, теневой профиль для ткани, мы будем устанавливать на борт вот этого перехода уровня. Для того, чтобы у нас была возможность внутреннюю часть перехода затянуть тоже тканью. Из-за того, что у нас все это находится в разных плоскостях, нам приходится, соответственно, и лазер переставлять. Пиздец, даже пресс-шайбы нету, нахуй нас. Премиальщики, хуй... Просто любой премиальщик, который истинная касатка, он же, блядь, прошел этот путь, он эволюционировал. Естественно, мы знаем столько секретных способов, где можно забить хуй... Немоверное количество. Финишный профиль, который мы установим на нашем лухари потолке, это будет световая линия, вот такая вот открытого типа. В чем ее отличие? Она устанавливается без рассеивателя. Светодиодная лента ложится вот на эти два борта. Свет отражается от раковины, и, получается, источник света мы не видим, а линии, что в выключенном, что в включенном состоянии, выглядит очень стильно. Все, после того, как торцевые заглушки установили, линию скрепляем между собой, как и предыдущие профиля. Все, конструкция световой линии у нас скручена, заглушки поставлены. Я прикрепил просто так уголки, для того, чтобы мы ее сейчас подвесили, и уже потом отрегулируем по уровню так, как она должна стоять у нас. КОНЕЦ После того, как мы установили все конструкции, начинаем готовить помещение к натяжке. Начнем с того, что профиля, которые мы здесь поставили, они под гарпунную систему. Что это значит? Это значит, что в них монтируется ПВХ-пленка, а мы собрались натянуть ткань. Так как же нам это сделать? Есть замечательное приспособление, такая резинка, называется клинч. Она устанавливается внутрь паза, куда должен заправляться ПВХ-потолок, и вместо этого в нее закатывается ткань. На самом деле, очень универсальное изобретение. Благодаря ему практически в любом профиле можно установить ткань в потолок. Продолжение следует... Продолжение следует... Вот место, где мы уже установили клинч. Его перед тем, как тянуть натяжной потолок, необходимо в идеале вот так вот шпателем в специальном прокатании. Для того, чтобы внутри губки резиновые, благодаря которым держится потолок, чтобы они, так сказать, разработали, шпали на место на свое. Когда мы монтируем сложный потолок, с чем мы можем столкнуться? Есть такие системы и такие профиля, для которых там многие шаблонные версии, они не предусмотрены. И приходится постоянно применять, ну, какие-то лайфхаки, так скажем, или вот выработанные вот опытом способности, так скажем, к выживанию в нашей среде. Заглушка. Вот этот профиль, он нам здесь необходим. Мы обрываем по потолку трек-систему на тканевом потолке, но заглушка на него не предусмотрена. Мы просто, значит, выпиливаем ее из пластика, из десятки, сажаем сюда ее плотно на клей, можем еще допустить саморезами. Все это отшлифовано и закроется потолком. В общем, если вы не готовы сталкиваться с вот такими вот непредусмотренными изначально моментами, потому что их постоянно, их много, они вот в мелочах, но они кругом и везде. Если вы больше заточены под систему и ваш там сплату, они позволяют вам разрабатывать какие-то решения на ходу, лучше, соответственно, тогда остаться вот на уровне соседней комнаты и продолжить монтировать, так скажем, потолки сегмента общедоступного. Настало время поклеить светодиодную ленту. Ленту мы будем использовать из 24 вольта, исключительно такой мы работаем. Она будет у нас установлена внутри скрытого карниза, как подсветка штор, внутри наших Г-образных световых линий, которые мы установили внутри перехода уровня, и будет установлена вот в этом безрамном профиле, как эффект парящего потолка. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Мы готовы, готовы к натяжке. Установили все необходимые нам светодиодные штуки, дрюки, кинули провод говеный, который нашли здесь на стройке, но это все временно, потому что, к сожалению, этот потолок будет уничтожен еще и после того, как мы его сделаем. А сейчас будем тянуть ткань. Только что сейчас обсудили момент, то, что видно за моей спиной, что неровно идет засвет, потому что еще не поставили рассеиватель. Мы поставим его обязательно. Что я сказал о том, то, что мы его разберем. Мы же находимся на стройке, а на стройке такой потолок никому не нужен, оказался даже бесплатно. Все это как бы наши добровольные труды специально для вас, чтобы показать всю эту разницу. Будет у нас ткань. Ткань JM. Давайте немножко расскажу о том, что она вообще, в принципе, из себя представляет. Это немецкий текстиль, специальный потолочный. С 50-х годов производится, ну не эта конкретная ткань, а работает завод по производству. Ее характеристики, ее отличительные черты. Эта ткань конкретно называется Colorback. Она двусторонняя. Мы сейчас видим ее обратную сторону. Ткань у нас вот такая вот она, белая, в теплом оттенке идет. Для чего сделана обратная сторона? Во-первых, ее можно использовать как лицевую, чтобы, ну так сказать, был выбор, к примеру, да? Как мы сделать, скомбинировать, так как у нас одна часть потолка будет серая, а другая белая. Дальше это сделано для того, что через текстильные потолки часто просвечиваются закладные, какие-то вещи, которые установлены под потолком. И для этого их приходится выкрашивать в серый цвет, как бы грунтовать, чтобы их не было видно. Вот при установке такой ткани этого делать не требуется, за счет того, что у нее внутренняя часть крашенная. Что еще можно про нее сказать? Это та ткань, которая держит воду. Не поверите, да? За счет своих акриловых пропиток, которые полностью безопасны, как в плане пожароопасности, так и в плане своей экологичности, так скажем, есть возможность спасти ваш ремонт, если вдруг, не дай бог, вас затопили. Это не значит, что она как ПВХ-пленка надуется огромным пузырем и будет держать весь объем воды, но она сможет сдержать какую-то часть до того момента, как вы сможете как бы среагировать на это, если, конечно, вы будете дома в ближайшие дни. Едем дальше. Что выводит еще эту ткань в премиум сегмент? Так скажем, ее стоимость. Это самая дорогая ткань, которая есть на рынке натяжных потолков. Но ее рекомендована розничная цена, если я не ошибаюсь, там где-то 2500-3000 рублей за квадратный метр. Во многих регионах есть официальные представительства компании, которая реализует эту ткань на российском рынке. И вот на территории северо-западного округа эта компания Ювид, которая предоставила нам этот материал для того, чтобы мы его здесь смонтировали, чтобы вы могли посмотреть это все, потому что, еще раз говорю, мы это все делаем, ну, как бы для вас здесь нет у нас никакого ни заработка, ничего. А мы разворачиваем наш потолок, который будет установлен у нас внутри перехода уровня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 А.Кулакова Корректор А.Кулакова 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 Ну что ж, наш потолок готов. Потребовалось нам всего лишь два дня и две ночи, чтобы его закончить. Сейчас, между делом 5-20 утра. Еще раз давайте пробежимся и посмотрим, что же мы здесь установили. У нас есть устройство перехода уровня, оно ободечено у нас теневым профилем для ткани, таким же, как на стене, и установлены два тканевых потолка. Это GM Color Bag, материал один и тот же, он получается двусторонний. Соответственно, у серого с изнанки вот этот белый цвет, а у белого изнутри серый. Мы поставили в качестве основного освещения световые линии открытого типа и заложили туда ленту 28 Вт на метр в два ряда. Получается, нам этого очень достаточно для того, чтобы осветить всю комнату. Из акцентного освещения у нас вот эти вот замечательные шинопроводы мы утопили внутрь потолка. И, соответственно, количество светильников можно спокойно добавлять до 15, их поставить в один ряд, уже на усмотрение заказчика. На этой стене установлен безрамный профиль, он у нас играет здесь роль парящего. Вы на кадрах ранее могли видеть то, что засвет был неравномерный. Сейчас мы установили рассеиватель и свет мягко-плавно светит, подсвечая нам что? Подсвечая нам нашу проводку из кабеля 2х0.75. Это, соответственно, все сделано временно нами, просто чтобы зажечь, потому что этот потолок здесь не останется, он будет уничтожен на стройке, никому лухари не требуется. Еще один элемент, который мы установили, это ниша под гордину. СК-01. Получается, она у нас замкнутая система, оборванная по потолку с двух сторон. Внутри есть два паза, и здесь беспрепятственно смогут ездить шторы. Что же по времени и по трудозатратам? Тот потолок я делал один, и мне потребовалось пару часов на это. Этот потолок мы делали втроем, два мастера и один подсобник. Нам потребовалось, грубо говоря, полных два труда дня. Но так как у нас время было разорвано, нам пришлось оставаться в ночь для того, чтобы успеть закончить. И вот сейчас время час дня, а в 7 утра мы отсюда только ушли. Короче, мы посчитали, сколько бы стоил этот потолок, если бы мы ставили его в розницу. Ну, помножили, грубо говоря, стоимость световых линий, ткани, установки всего-всего, что здесь есть. Поделили на количество квадратных метров, и цифра получилась 15 тысяч рублей за один квадратный метр. Вот в таком исполнении натяжной потолок. Выбор уже за вами. 15 тысяч квадратный метр, либо 500. Помните, вначале я говорил о том, что мы сравниваем натяжной потолок с автомобилем. В одном случае у нас, к примеру, Волга, в другом случае у нас Мерседес. Стоимость разная, но функцию свою выполняет. Так же и в случае с нашими потолками. Но в чем потаенный смысл? Никто никого не обманул. Если мы продали потолок за 10 тысяч рублей квадратный метр, это не значит, что мы намного больше заработаем с этого потолка, если бы продали потолок за 600 рублей квадратный метр. Потому что это не есть демпинг. В том потолке, который стоит 600 рублей, нет абсолютно никакой комплектации. Там есть полотно и закладная под люстру. Соответственно, расходы на себестоимость тоже крохотные. И возьмем потолок за 10 тысяч рублей квадратный метр. Там мы установили световые линии, трековое освещение, переходы уровня, различные подсветки. Все-все-все это набивает очень большую стоимость сметы. Соответственно, себестоимость материала, потому что дорогая. А ребята, которые монтировали, что дорогой потолок, если бы монтировали потолок этот, заработают приблизительно одинаково. Здесь уже все зависит от направления, в какую сторону смотрит мастер. Если он хочет развиваться и повышать свои квалификационные там какие-то данные, он, соответственно, пойдет на задачу, которая сложнее, которая занимает больше времени, но по деньгам, соответственно, будет зарабатывать приблизительно так же, как работает человек, который делает рутинную работу, ну, ежедневно, одну и ту же. Здесь просто зависит от человека. Вот пацаны, которые работают конкретно на этой стройке, они в день тянут порядка 300-350 квадратных метров. И они занимаются этим каждый день. Но если посмотреть по прошествии там месяцев, или, допустим, года, на заработную плату их в месяц, они при своем темпе работы на простых потолках зарабатывают приблизительно столько же, сколько зарабатывают монтажники на потолках премиум-качества. Просто они выполняют разные задачи. Как бы они и те, и те делают натяжной потолок, но задачи выполняют разные. И еще хотелось бы вам очень рассказать то, с чем я впервые встретился вообще в нашей сфере. У пацанов есть целая программа. Программа в смартфоне, в которой заведен каждый непосредственный участник, который делает на этой стройке потолки, и в которой можно отслеживать, сколько кто сделал работы, какая стоимость этой работы, сколько в итоге кто получил. Короче, вся бухгалтерия, все-все-все, все прозрачно, и ребята в режиме онлайн видят, сколько денег они зарабатывают. Мне кажется, это уроки. Ну вот так выглядит приложение компании Smart. То есть это главная страница. Тут отображается название объекта, на котором сейчас, например, находимся. То есть площадок много. К ним представлены прорабы. От них уже ихние бригады приставляются к секциям, где доступные работы им показываются. Открытые после подписания актов, например, передачи фронта багет, например, на третьей секции сейчас идет багет. То есть после него уже идет натяжка. Каждый монтажник, заходя, видит квадратуру комнаты, сколько комнат, какие расположения. Когда выбирает себе, например, заходит работать, выбирает он, видит сумму уже, которая посчитанная, которая ему непосредственно зайдет на его личный счет после выполнения данной операции. Как я уже говорил, скажу еще раз, получается этот проект у нас не коммерческий. Мы это сделали своими силами. Хотелось бы поблагодарить компанию LUMFER за то, что дала нам профильные системы. Поблагодарить компанию GM и их официального представителя в Питере это компания UVIT, кто предоставил нам ткань. Застройщика компания PIK это то, где мы, в принципе, находимся. И благодаря кому мы здесь находимся, это компания SmartPotolok, которая дала нам возможность в этих помещениях выполнить те работы, которые мы делали. Я и Виталик очень сильно. Мы надеемся, что это видео будет полезным для вас. Оно сможет вам помочь как бы разобраться в итоге, где дешево, где недешево, в чем отличие между этими двумя показателями. Так что пишите комментарии, нам интересно ваше мнение. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на инсту, следите за нами. Вас ждет очень много крутых объектов.